Колио. Это кожа на нос. И... Что это? Может быть, это не так красиво. Но это не так красиво. И теперь. Первая фасия, которая окружает нос и кожу. Это суперфисиал. Фасция колио суперфисиалис. Это первая фасия. Это окружает целый нос. И... Амтериале... Это окружает... Мускулус плетизма. Это мускулус плетизма. Это мускулус плетизма. Это первая фасия. Фасция колио суперфисиалис. Следующая фасия. Фасция колио проприя. Фасция колио проприя. И... Фасция колио проприя. Фасция колио проприя. Фасция колио проприя. И... Фасция колио проприя. и здесь это связано с трапезией, мозг, трапезией, мозг, трапезией, мозг, трапезией, на задней стороне. Это должно быть в утрене? Да, это связано с передней и с behindней, это связано с антериолой и с надней стороной, это связано с этим мозгом. Это есть два слоя фасия, которые окружают мозг, трапезией, мозг, трапезией, мозг. И внутри, внутри, это мозг. Это лямина superficialis, фасция коли проприя. Это вторая фасия. Теперь, диплая, лямина profunda, фасция коли проприя. Это фасия, номер 3, лямина profunda, фасция коли проприя. Вот так вот, это аравлия фаская. Эндyes цинируютขу – и с зап culminнойتمкой. виру singles, соверш'REе в аренской форме с болезнью. Неравpical свет, в аэнoidу, worst она в ареноб obesity. Это полезًя в ареноб Reidне. Аэнт organsią�ат Horizontаль – это аппликсический утеш, а бар Т Turns, что�� прежде всего хотя бы на 200-м холоднрой фасenzизма, протческая ket arranчи치�ка. И это же самое. Стерна тират и стерна хайат. Это глубокая фасция колипроприя. Следующая фасция, это фасция и цервикали. Номер 4. Фасция и цервикали. И эта фасция состоит из двух лейер. Это париэтил лейер. Это париэтил лейер. Это париэтил лейер. Это фасция и цервикали. Это inner органы. Например, тракея. Это фarynx или эсофагоз. Это весел и нервы. И все эти органы. Они соединены с фасция и цервикали. Это фасция и цервикали. Это фасция и цервикали. Это фасция и цервикали. Это фасция и цервикали. И все эти органы. Они соединены с париэтил лейер. Катерин лейер. И последняя фасция, фасция и цервикали. Она университ дип муссель. Это дип муссель. Это дип муссель. И это дип муссель. Это фасция и цервикали. Привертебралис. Привертебралис, that is, 5th fascia of the neck. 5 fascia, necessary to know. 1. Фаста колес superficialis. 2. Superficial layer of FASTA колепроприя. 3. Deep layer of FASTA колепроприя. 4. FASTA endocervicalis, which consists of parietal and visceral layer. 5. FASTA pre-vertebralis. Some spaces, necessary to know. Space between 2nd and 3rd, between superficial and deep layer of FASTA колепроприя. This space, that is, spatium inter-apaneuroticum suprasternalia. Second space, it is space between parietal and visceral layer of FASTA and the cervicalis in front of trachea. That is, spatium pretracheale, in front of trachea. Or, another name, spatium previscerale, in front of inner organs. Because it is maybe not only trachea, maybe larynx. That is why, in general, it is spatium previscerale, or in front of trachea, spatium pretracheale. And last space, that is, a space between 4th and 5th fascia. That is, spatium retro-pharyngeale, behind of pharynx, retro-pharyngeale, between 4th and 5th fascia. This diagram, together with names of muscles, and together with names of spaces, you need to draw next time. Here it is. And now, muscles of the neck. Let's go. Most superficial muscle of the neck, that is musculus platysma. Here it is number 2. Below of musculus platysma, we can see, sternocleidomastate muscle. Here it is the same. Sternocleidomastate muscle. It starts from, first branch starts from sternum. Another branch, from clavicle. They join together, and attach in the region of mastate process of temporal bone. It moves head backward and makes flexion in cervical department of vertebral bone. Next muscle, that is, these two, sternocleidomastate muscle and platysma, they are superficial muscles of the neck. Next group is middle group of muscles. And middle group subdivide in muscles above of heart bone, and muscles below of heart bone. Look here. That is heart bone, and here it is muscles below, and here it is muscles above. Muscles below of heart bone, first of all, it is musculus homoheidus. Start from scapula, and attach to heart bone. This muscle consists of posterior and, sorry, inferior and superior venter, and between them intermediate tendon, like in musculus rectus abdominis. Here it is, we have intermediate tendon, and here it is the same. Next muscle is musculus sternohaidus. Start from sternum and attach to heart bone. Below of this muscle, musculus sternohaidus, goes to thyroid cartilage, and continuation of this muscle is tyrohyde muscle, musculus tyrohydeus. They are muscles below of heart bone. And now, above of heart bone, we have digastric muscle, musculus digastricus, that is, venter anterior. Start from fossa digastrica of mandible, and venter posterior, start from mastoid process and incisoromasteida, that is, posterior venter and anterior venter. Next muscle is musculus stylohyde, that is, from styloid process to heart bone, musculus tyrohydeus. Another muscle is myelohaidus, another muscle is myelohaidus, do you remember linea myelohaidae in mandible? It starts from this line and attach to heart bone. And last muscle, here it is impossible to see, it is above of myelohaidus, it is musculus genioheidus. Start from chin, from inner surface of chin, and attach to heart bone, musculus genioheidus. And last group, that they are deep muscles of the neck, deep muscles. And here it is, we have three scalenus muscles, musculus calenus anterior, musculus calenus medius, and musculus calenus posterior. Anterior, medial, and posterior scalenus muscles. All of them start from transverse processes of cervical vertebra, and attach anterior muscle in the region of tuberculum, do you remember on the first rib, tuberculum, musculus calenus anterioris. Posterior muscle attach posteriorly behind of sulcus arteria subclavia, the same to the first rib. And second muscle attached to the posterior muscle attached to the second rib. Between anterior and middle scalenus muscles, we have space, spatsum inter scalenum. And now, musculus longus coli, musculus longus capitis, musculus rectus capitis anterior, and musculus rectus capitis lateralis. The same deep muscles of the neck participate in flexion of cervical department of vertebral column and flexion of the head. And scalenus muscles lift ribs upward in time of inspiration. And last moment, regions and triangles. On the neck we have four regions. Anterior region, regio cervicalis anterior, that is everything in front of musculus sternocleidomasteidus, that is anterior region. Then, posterior region, that is everything in projection of trapezius muscle. Here it is, posterior region. Space between sternocleidomasteid muscle and trapezius muscle, that is lateral region, regio cervicalis lateralis. And last region, that is region of sternocleidomasteid muscle, regio sternocleidomasteidae, one again, regio cervicalis anterior, regio cervicalis posterior, regio cervicalis lateralis, and regio sternocleidomasteidae. And anterior and lateral region, and anterior and lateral region, sub-divide into triangles. In anterior region, we have trigonum homo tracheale, it is posteriorly, that is homo height muscle, inferiorly sternocleidomasteid muscle, and anteriorly trachea. Next triangle, trigonum coroticum, here, superiorly ventor, posterior of digestic muscle, anteriorly musculus homo heightus, and posteriorly sternocleidomasteid muscle. Here it is, common carotid artery path, and here it is, we press this artery, if we need to stop bleeding, to anterior tubicle of 6 cervical vertebrae. Do you remember? Do you remember? That is trigonum coroticum. Next triangle, trigonum submandibularia, below of mandible, inferiorly ventor posterior of digestic muscle, and ventor anterior of digestic muscle, and superiorly mandible, that is submandibular triangle. And in submandibular triangle, we have lesser triangle, it is lingual triangle, it is lingual triangle, trigonum linguale, or pyrogops triangle, here it is lingual artery path. And in lateral, lateral region of the neck, we have two triangles, trigonum homo clavicularia, superiorly homo height muscle, inferiorly clavicularia, and inferiorly clavicularia. And anteriorly sternocleidomastate muscle, and posteriorly trapezius muscle, and trigonum homo trapezoidum, between homo height, inferiorly, anteriorly sternocleidomastate muscle, and posteriorly trapezius muscle. A lot of topography, yes, muscles, triangles, and diagram of fascia, next time. That is all.